Здорово, гайз! Здорово, всем привет! Всем большое спасибо, кто пришел в эти прекрасные, замечательные дни, когда на Твиче существует только Диабло 4. Вот. Я подрубаю с Darkest Dungeon, а у нас все еще челлендж пройти одной пачкой всех боссов и параллельно натягивать на себя факелы с усложнениями синие. Вот. На прошлой трансляции я на третьего босса таки не дошел к нему, зафокапил. Короче, меня зафокусил лучник. Не лучник даже, а арбалетчик. Тупо зафокусили чувака и у меня вообще не было шансов. Ему там за три выстрела сразу его убили. Вот. Поэтому приходится начинать сначала и собственно, сейчас начнем. Не знаю по поводу пати, сейчас чуть-чуть подумаем, но скорее всего я тоже той же самой пати пойду, потому что не было времени, ну, не было времени и сейчас нет желания думать по поводу того, как поменять пати. Возможно, единственное, что бы я добавил, я бы изменил, может быть, шута на кого-то другого, потому что у нас два снятия стресса в одной пати, это перебор, я считаю. как-то так. О нет, это нейросеть. А что-то не так? Достал этот Диабло ничего особенного, финальный боссфайт вообще не эпичный. Я не смотрел, поэтому даже не скажу. Здорово, мандилы. Здорово, ребята, всем. Здорово, здорово. Диабло, я честно скажу, я бы хотел поиграть в Диабло, но у меня, как бы, такой выбор. Играть на стрим я точно не буду играть в Диабло, потому что это никто не будет смотреть. Спасибо, Таташечка, спасибо. Сейчас, кстати, посмотрим, аллёрты заработают? Нет? Надеюсь, что заработают. А Таташечка подчёркивает, по подчёркиванию, помнятарит 10 подписок. Спасибо большое, Таташечка, спасибо. Диабло, я бы, честно скажу, хотел бы поиграть. Единственное, что я бы не стал это делать на стриме, потому что слишком много стримов, и... Ну... Не знаю. Мне кажется, оно того не стоит. Оно не стоит тех усилий. Я просто люблю в такие игры, там, я не знаю, уйти там на полчасика, пойти покушать, там, перекусить, ещё что-то. На стриме ты это не сделаешь, на стриме ты сидишь, как вкопанный. Ну, короче, полного удовольствия не получил бы. Вот. Ну и, конечно, цена на Диабло, это жесть какая-то. То есть, я понимаю, что люди будут десятилетиями играть в эту Диабло, и постоянно-постоянно в ней играть. То есть, для них эта цена оправдана, да? То есть, потраченные... Потраченные деньги на минуту, проведённую в игре, да? То есть... А у меня это так, там, я не знаю, недельку побегать и забить навсегда, но я не готов такие деньги отдавать за эту игру. Попробуй постепить Диабло, новые зрители и всё такое. Да ну, это такое. Знаешь, новые зрители приходят, и потом, когда ты перестаёшь стримить Диабло, они сразу же уходят. Это такое. Это пройденный этап, когда я Тарков стримил. У меня там по 100 подписчиков в день было. Как только перестал, в тот же день сразу же, там, минус, там, 500 человек. На! Как только стоило сказать, что Тарков три сезона минимум не буду стримить, а сейчас-то я его вообще уже не буду стримить. Вчера на коктейли больше слили. Да, не, меньше слили, но... Да. Короче, не знаю. Не знаю, по поводу Диабло, это такие вот мои слова. Я бы поиграл, но не на стриме. А если не на стриме, это придётся либо жертвовать работой, либо жертв... Что происходит? Либо жертвовать стримами. Но я как бы не хотел бы жертвовать ни тем, ни другим. Так, наверное, не только цена на Диабло. Три игры, просто конь. Ещё 20 баксов стоит, плюс батл пасс, короче, слив бабла. Слив бабла, да, да. Ну, типа, если вот эту самую мажорную версию взять, которая там сколько? 90 баксов стоит, то, я так понимаю, там прям батл пасс включён. Ну, единственное, что коням, возможно, надо покупать. Я, кстати, не знаю, чё за конь. Просто скин, если просто скин, то нахер оно надо. Рассказывали, почему все в Д4 играют, а тут какой-то ДД. Да, вот только я об этом говорю. Ну, слушайте, я не знаю, я посмотрел чуть-чуть... О, Локхеля, здорово. Здорово, Локхеля. Локхеля у нас, между прочим, делает интерактив для Элден Ринга, и у неё всё получается. Это будет очень круто. Я уже не дождусь, когда она там всё доделает. Так, Локхеля, не смотри стрим, иди, делай. Я знаю, что сегодня выходной. Иди, делай. Я уже хочу поиграть. Да. Спасибо, Лок. Так, а почему у меня всё фиолетовое стало на Твиче, а не зелёное? Странная штука. В общем, да. Пойдём, короче, играть в Darkest Dungeon. Ясно, ясно. Я реально хочу поиграть. Я хочу поиграть в Olden Ring. Короче, да. По поводу Diablo ещё раз. По поводу Diablo ещё раз. Давайте, наверное, запись заново начну. Да, хотелось бы. Короче, по поводу Diablo ещё раз. Я бы хотел поиграть в Diablo, но не на стриме, потому что на стриме никто не будет смотреть. Это раз. Во-вторых, я такие игры люблю играть не... Ну, с перерывами. Там, пойти полчасика, там, не знаю, чайок попить, ещё что-то. На стриме такое не сделаешь. Ну, либо если сделаешь, то это нафиг никому не надо из твоих зрителей. Вот. Ну, а если играть вне стрима, то я считаю, что игра неоправданно дорогая, чтобы её покупать вне стрима, недельку в ней провести и забыть на неё. Но если бы я в неё играл постоянно, то я бы... Ну, в принципе, цена, может быть, была бы оправдана. Вот. Так что мне либо жертвовать стримами и играть в Diablo, либо стримить и не играть в Diablo. Как-то так. Работаю, пожертвовать не могу, сорян. Спасибо, что не куки-кликер, а норм игра. Ну, я, кстати, слышал уже много отзывов, что, в принципе, получилась нормальная игра. Если бы, типа, не цена. Вот, ладно. Погнали, guys. Погнали. Мы ещё, я думаю, сегодня поговорим про Diablo. Я думаю, поговорим. Ой, да. Да. Засрал я прошлый трай. Не знаю, я ещё тогда... Не то, чтобы я бомбанул тогда, я, в принципе, понимал, что такое возможно. Такая ситуация со мной может приключиться. Но... Я как-то расстроился. Вроде так, всё хорошо шло, 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 и потом просто ты... Попадаешь на ваншот, и всё. Ну, там не ваншот, там просто фокус. Там какой-то дичайший фокус получился. Кто тебя слил? Меня слил арбалетчик. Он... Арбалетчики в этой игре ставят метку и сразу же по ней стреляют. Я вообще этот момент не понял. То есть, я, как чувак, должен ставить метку и потом на следующий ход по ней стрелять, а они ставят метку, которая бесит не один ход. Древакарис обнулся тир-2 подпиской уже с нами 76-й месяц. Здорово, Древакаранус за эту игру. Здорово, Древакаранус, спасибо большое тебя. За 76-й месяц тир-2 подписки, спасибо большое. Я знаю, что тебе эта игра надоела, но ничего, у нас скоро будут джедаи. Короче, меня дико выбесило то, что эти мобы, они ставят метку и сразу же по ней стреляют. Это просто жесть какая-то. Первый ДД, вампирская ДЛЦ, где все, все норм, а потом раз и два крита с ваншотом. Ну да, но не такое, блин. Просто понимаешь, я не помню в первом ДД, чтобы были такие криты, которые тебе сносили все хп сразу же. Ну там, если это не какой-то босс определенный. А тут просто чел, у меня 40 хп, или сколько там, 38 хп, чел мне дает метку и по этой метке сносит все хп сразу же. И потом второй чел стреляет. Ну, короче, это была жесть. Ну, ладно, я понимаю, что такое возможно. Я просто влез теперь на последних, на последнем, после последнего ИНа не поеду. После предпоследнего ИНа не поеду в лес и все. Это такое для себя правило, потому что словить такие ваншоты я больше не хочу. Просто игнорируем лес на последних регионах. Сделал пати с воспоминанием? Ага. Пушка всю тему вайпнула критон. Да, жестко, жестко, согласен. В общем, сколько у меня? 82. Я думаю, покупать Диабло или нет. Блин, Древак, не знаю, тут уж смотри по своему времени, потому что... Ну, честно скажу, если бы она стоила дешевле, я бы, наверное, купил и забил на все. Плюс два времени нанесения кровотока. Угу. Но у меня вроде на кровоток нет персонажа, так что можно забить. А, у меня есть шут. Начало хода 10% получить, когда промахивается. Если реликвии в интернете больше 75, плюс 20 максимального здоровья, если безделицы... Уп. Маниста прозрения. Это, кстати, айтем, по-моему, который с антикварки падает. Я википедию смотрел чуть-чуть недавно, и там... Ну, в антикварку стало интересно зайти, посмотреть, можно ли ее как-то к себе в тему взять. Во-первых, писали, что нельзя ее никак себе в тему взять, а во-вторых, там писали, какие тринки с нее падают. И вот эта тринька, по-моему, с нее падала. По-моему. Накладывает, когда попадает по цели, если пламя меньше 40 метку, навык ближний бой, плюс 66 пробитие спр. Говно какое-то. Ладно, берем 4, как обычно, больше не берем. Как раз третий акт переделали, теперь босс более конченный стал, как по мне. Хорошо, хорошо. Они вроде там давно писали, что будут его переделать и сделают его еще хуже. Вот они, я так понимаю, его и сделали. Так, значит, сколько у нас? 74. Здесь у меня пусто. Скинчики открывать не буду. Здесь куча все... Да, я еще одной патии поигрывал вне стрима, я ее, кстати, тоже слил. Я должен сказать, что я не понял персонажей весталки. Мне кажется, это худший персонаж в данный момент в игре. Вообще не понимаю, это просто персонаж, который бафает, она ничего не умеет. Ну, ее можно, типа, сделать на урон, но... Столько гемороя ради этого, что... вообще не понимаю. И обязательно шутом нужно ее брать, а у меня шут занят моей основной пати. Вот. Меня бесит в этой игре еще тот момент, то, что здесь всего лишь два персонажа, которые снимают стресс. Ну, еще весталка, если прокачать, но она очень херово снимает стресс. Она по два стресса одному персонажа снимает и не может себе снимать стресс. Вот. Флагелянд перекачивает стресс, но флагелянда перекачивать стресс можно только на боссах, и то на финальном. А на всех остальных боссах, но это бред какой-то. Ладно, короче, что-то я розетта... Давайте идти... О, слушайте, я еще не все к дилижансу открыл. Ну, я тебе открою еще. Что это? Для мастерской перед каждой остановкой шанс изготовить взрывчатку. Найдену величие число предметов взрывчатка, которые можно объединить в одну чью. Вот это, кстати, прикольно. Я так понимаю, взрывчатка, это типа, который по одному предмету можно было брать в инвентарь. Ну, помимо, помимо тех, которые можно по четыре брать, там еще были, которые можно было по одному брать. Я так понимаю, что вот это вот как раз оно. Так, слушайте, но у меня есть дополнительные пойнты. Давайте этого чела прокачаем. Может, будем брать его время от времени. Зарод сковородки Рафлагерян снимает и Варварша тоже, но у Варварша мало даже прокаченные скиллы снимает. А Варварша, она всем снимает? Я единственное, я вот это не знаю. Там, возможно, после прокачки она это делает. Или она только себе снимает? Потому что, если только себе, то, в принципе, есть еще такие персонажи, которые снимают себе. Ну, ладно, может быть, со стрессами не все так плохо, как я тут, конечно, рисую. Ладно, погнали. 7-1, если больше 5. Кружка скилл. Там, по-моему, по-моему, я помню по бете этот скилл. У него раньше было либо добавить стресс, либо снять стресс. Сейчас он только снимает стресс, Попойка всем. Нормально. Едничка, конечно, такое себе число, но нормально. Мне лично не хватает привалов в этой игре. Я понимаю, что здесь, типа, привалы заменились тавернами, в которых ты на себя накидываешь всякие айтемы, но мне все равно не хватает привалов, именно привальных скиллов, как это было у персонажей, потому что здесь привальные скиллы отсутствуют, здесь только лут привальный. Ну как, здесь есть некое подобие привальных скиллов, это вот эти айтемы, которые вам могут выпасть персональные персонажи. То есть там, допустим, дед получает персональный айтем, который прикрытие, если он кого-то прикрывает, то дэмэджи больше наносит. Что там еще? У шута, по-моему, минус стресс для всей пати и сопротивление стрессу. Вот, но это всего лишь один айтем, а в оригинальном Darkest Dungeon там было супер дохера скиллов. Я не знаю, почему они привальные скиллы убрали, этого очень сильно не хватает. Я как-то, знаете, в первые дни вообще не обращал на это внимание, а потом понял, блин, а привальных скиллов-то не хватает. Так, ну что, ребят, давайте имена, имена, имена в пати, кто у нас будет в пати. Возможно, это пати победная будет. Как прошла операция, попа не болит? Не, нормально, нормально, все. Вообще, уснул, проснулся, все отлично. Я пока записал это сраное видео в телегу, у меня руки не работали, я сам что-то пытаюсь записать. Ой, жоп, короче. Так, ладно, давайте расставлять скиллы, пока вы там голосуете. метка точно уходит. Нет, эта метка остается. Так, кровоток, сейчас попробуем, посмотрим. Так, здесь у нас что, первая позиция или дальний бой? Наверное, первая позиция, мне кажется, она самая топ. Что у нас, кстати, по этим? Сопротивление в регионе Чернолесия плюс разведки дорог, херня. Плюс 30 урона, при ОЗ цели меньше 25,5 крита, получает, когда попадает по цели 15% шансов. Блин, такой себе. Пиромантия вообще надо лечить вот это. Так, ну, я понял, что сокрушение топовый скилл, и я его очень сильно недооценивал, надо его всегда оставлять. Шутецкий. Знаете, что мне в этой партии нравится, это то, что в начале можно не качать снятие стресса, потому что у вас уже и так два человека снимает стресс. то есть я обычно деду всегда, когда его беру, качаю вот этот скилл первым, но так как я с шутом иду, его можно не качать, и это мне прям очень нравится. Так, шут, 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 шут. Ну, у нас нет меток в пати, поэтому мы шуту убираем. Убираем вот так. Наверное, вот так сделаем. Но можно и в миссы дать. Вот так. Тут все равно мы пока не будем 3, 6, 2, 4. Все равно, пока этот скилл у нас не накладывает хрупкость, поэтому можно вот так сделать. Ну, без заключительного аккорда, конечно. Проблема шута в том, что очень проблемно шутом взять заключительный аккорд в начале. Ладно, нормально. Так, справимся. Так, это нафиг, это нафиг. Это да. Это да. Вот это надо взять. И ножик нафиг, вот это да. Надо, кстати, я деду не взял. Что тут у нас? Сокрушительное отражение, навык атаки щитом. Нет, лидер, да? Так, дальше. Блин, вот тут я не знаю, что брать, если честно. Пробитие СПР звучит очень хайпово, плюс урон, но, блин, минус 20 макс ОЗ, это такая жопа. Ладно, йолу. 25 навык ближний бой. Иногда хочется взять еще мной на ближний бой, но ты вспоминаешь, что у тебя шут на третьей позиции. Такая ошибка, ну ладно. Фига себе, вот это надо закрепить. Оф, как же надо это закрепить. 15 крита. Офигеть, ёб твою мать. Мне нравится. Ветеран лучше танчит, прокаженный. Танчит, да, прокаженный в разы больше урона уносит. Ставочки будут, сейчас сделаем. Самобищеватель, это можно им перетягивать стресс. Стресс можно перетягивать, но это чревато. хотели же шута не брать. Почему хотели? Ну я хотел подумать по поводу его заменить, но честно скажу, мне сейчас лень думать. Мне сейчас очень сильно лень думать. Поэтому берем. Флагеллянт лучший танк. Это правда. Флагеллянта если брать чисто на каст, то флагеллянт лучший танк. Но у меня это пати, она понимаете, мне нужно придумать пати, которая с первого данжа до последнего данжа себя будет нормально чувствовать. И мне кажется, мне кажется, что вот эта пати более-не-менее с этим справляется. В этой пати можно заменить, есть кого заменить скажем допустим, можно заменить Highwayman на Dicarco. Это тоже в принципе допустимо. Чем мне не нравится вот этот сетап взять вместо Highwayman Dicarco? Тем, что если это сделать и нам попадется босс, к примеру, который перемешивает пати, Dicarco очень сильно не любит перемешивание. Она прям не мобильная пипец. Если ее перемешают, это будет проблема. Вот. В отличие от Highwayman. Ему если перемешают, то он как-то все-таки более, можно так сказать, мобильный что ли. Вот. То же самое и с прокаженным. Поэтому я их не сильно люблю брать. Ну и к тому же, если Highwayman можно допустим поставить на вторую позицию как бы вот этого чела ты не поставишь. Он заднюю цель вообще не будет трогать. Он будет только по первой бить. С Dicarco конечно попроще. Она за счет своего кровотока, за счет лебедя и так далее, она может бить последней цели. Поэтому если менять Highwayman, то наверное на Dicarco. Это раз. Шута. На кого можно было шута заменить? Ну шута как вариант можно было бы заменить на расхитительницу. Но расхитительницу надо качать. Она мне не прокачанная вообще. Можно заменить его в принципе на беглянку, но ее тоже нужно качать. Но беглянка хороша. Возможно нужно реально будет в следующей трои попробовать беглянку. Я для себя понял, что в этой части очень сильно рулят доты. Но также я понял, что в этой части так же как и в первой части очень сильно рулят пати, которые сносят хотя бы одного-двух врагов сразу же в начале боя. Единственное, что разработчики максимально попытались сделать так, чтобы это было невозможно. Они там всякие щиты в начале боя навешивают, там у ворота и так далее. есть зайти и сразу снести кого-то это довольно сложно, потому что у них там то защита, то еще что-то. Ну в общем вы поняли. Но тем не менее пати, который сносит, мне нравится. Это прям найс. Вот. Поэтому что по поводу шута? Можно заменить на тебя, можно заменить на тебя, можно заменить на тебя. В принципе все это рабочие варианты. Единственное, кого бы я не менял, это чумницу и это воитель. Это вот два персонажа, которых я не менял бы, потому что они слишком стабильные, как по мне. Вот. Как-то так. Ну пока пойдем так. Может быть на следующий трай. Так, ну что, все написали? Все? Погнали. Так, имя героя Ду Лаксетин. Сюда. Так, Наташа. Наташа, блин, давайте Наташа. А, там еще Локхельвия есть. Ну, Наташа у нас будет дед. Ну, как бы дед, квир, ничего страшного, нормально, все, 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 порядок. Локхельвия у нас будет шутом. Шут квир. Рейнол, Рейнол, ты какой раз уже попадаешь к нам в пати? Рейнол, кстати, был хайвейменом неплохим, насколько я помню. Так, Ковин и Get All Might. Хорошо. Ты пробовал оккультисты милишника. Оккультисты милишника звучит, ну, на самом деле я не пробовал его, вот эти скиллы, которые заряжать нужно. Тоже дальний бой, дальний бой, да у него и нет милишника. У него два скилла на мили, ну, такое, не пробовал. С воровкой в последней специализации очень понравилась брустовая пати. Надо бы попробовать. Но я еще, я действительно еще не всех пробовал. Я вот еще, единственное, что вне стрима попробовал висталку и, честно, я вообще ее не понял. Это какой-то отвратительный персонаж, худший, блять, наверное, персонаж из всех, которые здесь есть. Но, типа, я единственное, единственное, что более-не-менее ей понял, это если взять специализацию Серафим, когда она, не, не Серафим, как она называется, когда на ней бьют, получает, когда активирует, да, вот этот Серафим. Короче, с этими консекрациями у нее их две штуки, одна на урон, другая на щиты. И я так понял, что нужно ее брать в связке с шутом, и чтобы она в первый же свой ход давала две консекрации. То есть, она ходит, дает щит, и она ходит, дает урон. Только после этого, только после этого, она начинает дамажить своим, вот этим скиллом, осуждением. У нее там приличный демэдж добавляется за каждые две эти медальки, а каждый ее ход будут две медальки, потому что она две концекрации дала. И плюс, помимо всего, две концекрации будут всегда на персонажах. То есть, всегда будут бафы на персонажах. Это единственное, в чем я ее вижу. Все остальное полная туфта. Я вообще ее не понял. Она просто не рабочий персонаж. Она просто стоит и нихуя не делает. Единственный момент, в котором ее можно использовать, это опять-таки с этой концекрацией. Все. И то, если ты с шутом, и то, если у вас со скоростью ничего не перепутано, и вы в начале хода сможете дать два бафа. Ты присмотрись к... к поминовению у него. Так это же не рейндж скилл, поминовение. Поминовение это... А, ближе не бой, реально. Три цели. Ну да, это неплохая штука. А я что-то посмотрел, мне показал, что это дальний бой. Да, это неплохая штука. Всем кровоток дать. Ну, вторая позиция, блин, не знаю, сложно. Ну, это надо, да, это надо изучать. Но, звучит этот скилл неплохо, я согласен. Очень, ладно, что-то мы уже заговорились, я уже сам что-то забыл, о чем я уже вообще говорил, о чем не говорил. Ну, в общем, мой вердикт таков. В принципе, вот этого персонажа и вот этого персонажа можно менять. пока, наверное, оставим эту пати. Мне не в принципе нравится. Погнали. Две Наташи в пати, точно беда. Бабки Масхилл на три хода есть. Говно, блять, они хилл. Масхилл по тройке, то есть, не важно, сколько у тебя хп, если у тебя персонажи ватные, то это, в принципе, нормальный хилл, но если они не ватные, то это... А, где оно исчезло? То это дерьмовый хилл. Ну, короче, не знаю, мне не понравилось. Мне не понравилась свисталка. Худший персонаж, я считаю. Так, если... Да. Ой, извините. Так. Накладывай, когда попадает, пробитие. Давай тебе дадим. Начало хода криты получает, когда промахивается. Но ты, наверное, не промахиваешься у нас. И это тебе нужно дать. Плюс два времени накладывания. Поехали, чат. Поехали. Отвык играть. Сколько дней. Ну, сколько ни стримов, столько ни играл. Бали, но бабки я бы закрепил этот скилл. Прям очень хочется. Очень хороший. И я, кстати, запишу ее бабкой называют. Блин, над водичкой пойти принести. Ммм, я не хочу. Еще это, конечно, игра супер несправедливая Я вот Когда в нестрима играл У меня была ситуация Когда у меня персонаж Короче, я не помню какой босс Но какой-то босс постоянно вешал Миссы Постоянно вешал миссы И у меня персонаж по этим миссам У меня как раз была висталка Которая не атаковала Кстати, висталка убирает миссы Это у нее хороший скилл, но на тот момент у меня, к сожалению, его не было Вот И, короче, у меня персонаж не атаковал И... И, по-моему, остальные персонажи не могли Достать до последней цели И у меня фактически один персонаж атаковал И, короче, из-за того, что он постоянно промахивался Я тупо слился Прям очень жестко слился И я так бомбанула после этого Каждый ход Я, наверное, хода 5 сделал И он каждый ход, блять, промахивался Каждый ход Как же у меня бомбило Понимаешь, что 50 на 50 Все дела, все может быть Но у меня просто дико бомбанул Я уже молчу про вот этот вот 20% сопротивления яду Я вообще не понял Это не... Там написано 20, но это нихуя не 20 Ну не может 7 раз подряд 7 раз подряд С 20% сопротивления 20 раз сработать каждый раз сопротивление Ну не может такое, блять, быть Вот это, кстати, я про вот эти скиллы говорил Оставляем, наверное Так, тут какие-то бомбы Выдобавлять Так, значит, телега у нас ковен Зверек Get All Might Окей Так, значит, первый факел берем Подождите Шанс улучшить отношения Шанс плохой черты в трактире Блин, это точно первый факел А там по процентам можно посмотреть Блять, нихера себе Вот это факел первый, охереть просто Ладно, берем его Надо его причем сразу же повесить Чтобы все считалось Все было законом Так, что у нас по зверькам? Криты, добываемых без делиц Сопротивление за каждый добавлен Экипировка предмета класса для дороги Повышение шанса для найти предмет Получает, когда на соне носит Смертельный удар трупу Криты, добываемые без делицы Без делицы у меня там баф от без делицы, да? Старого кирлоки, спасибо Так У меня для мастерской Для разведки, для дороги Блин, не знаю даже, кого взять Без делицы, наверное, надо брать Хотя, блин, без делицы Это не реликвии Вот реликвии был бы топ Давайте вот это возьмем Странное, как-то вот это вот переименование Питомца в этой игре Так Что мы дальше берем? По-любому берем факел Оно, я так понимаю Всегда попадает, да? Вискарик можно взять и готовить Можно готовить вискарик А куда у нас там лес И этот Нет барахольщиков Ну это хорошо Нам как раз бабки надо копить Блин, а убью ли я его? Здорово, вот войну Я его убью только Если закуплю сейчас по полной Кто у нас бьет? Ты бьешь И все Значит нам нужны какие-то дебафы Типа вот тебя, типа тебя Нет, ты не подходишь Ты можешь подойти Ну ты 6 стоишь Подешевле ничего нет? Ладно, окей Тогда берем, значит Самогонный аппарат Предметы Все говно Еда Давай так возьмем Снимает плохую черту 25% шанс Если до нового трактира Сейчас что-то Надо подумать Давайте возьмем Наверное Песни Ну а скорее всего Они не сработают 4 нормас Ну сработали Но конечно Не так и хотелось бы Блять У одних и тех же не срабатывает Просто жесть Так, значит Вот тут семерка Ой Деда никто не любит Дед пиромант Его из-за этого никто не любит Алкоголизм Отлично Алкоголизм Отвратительная болезнь Хотя нет Подождите Не алкоголизм Когда они не пьют Наоборот Наоборот Зря алкоголизм Вылечил Так Короче Пожалуйста На все На все бабки Мне Нам нужен Даже не знаю Кто нам нужен Еще раз С шутом Да у тебя с дедом Проблема Давай-ка с дедом На бруденшафт Пожалуйста Так А у тебя Все хорошо И у тебя тоже С дедом Проблема Что-то никто Деда не любит Дед у тебя там Прошлое такое было А ты вот это Вот самое тут Так Тогда больше ХП делаем Вам И все Еды нет Да Дед писец Дед просто писец Вредный Получаем предмет Из аксессуара Дилижанса Странная штука Так А у меня зверек Дороги Предметы для дороги Мастерская Медицина Для дороги Герой Эта херня Полнейшая Еще и 40 стоит И все Дед Наташ Так Значит Нам что Нам нужно Прям Прям Очень быстро Убивать Этого босса Для этого Нам нужно Взять Вот этот Скилл Дальше Вот этот Наверное Даже вот этот Подожди Пока С этим Дед Щиты Нужны Возможно На боссе Нужно Деду Вот этот Скилл Поменять Чтоб Хэйвэймэн Всегда был На первой Позиции Хорошо Ты Хрупкость Или может Все таки Заключительный аккорд Тебе Бахнуть Аксессуары Дилижансы На самогоны Не работает Предмет На аксессуары Дилижансы На самогоны Не работает Скорее всего Работает Надо сейчас Посмотреть Еще разочек Может я там Неправильно Понял О чем Там Речь идет Так Что же Взять Заключительный аккорд Брать Или все таки Взять Хрупкость Вот в чем Вопрос Я бы Наверное Взял Заключительный Аккорд Все таки И тут Вот это Вот это Дело Все Как-то так Так Аксессуар Дилижанса Получаемых Предметов А Предметов Из Аксессуаров Все Понял Да Давайте возьмем В принципе Звучит неплохо Я все бабки Потратил У меня Айтем Которые Нужны Чтобы мне Были Без делицы И реликвии Я все Потратил Прошлого Деда Наташа Тайская Прошлое Что ли Нет У деда Прошлое В том Плане Что он Там Потерял Весь Отряд У него Депрессия Все Так Значит Отсюда Это Наверное Не буду Делать Болезни Давай Ко Дадим Тебе Так Все Погнали А Предикшн Ребята Предикшн Пройду ли я район Без потерь Ну что Вы Вы Уже Все Прекрасно Понимаете Что Я Скорее Всего Ребят Пойду Босса Бить Потому Что Босс Это Деньги Это Лут Все Такое И Как бы Не пойти Босса Бить Это Такое Дело Блядь Я Сколько Я 53 минуты С вами Болтал И только Сейчас Идем Идем Убивать Так Логово В самом Конце Кстати Это Хорошо То есть Его Не Объехать Как Не Крути В Логово Ты Попадешь Если Мы Блин Тут Дозорная Башня Короче Мы Попадем Логово Без Брони Дальше Берлога Надо Ехать Берлогу Едем Тогда Наверное Через Правую Сторону Поехали Ух Ща Как Сольемся Я Прям Чувствую А Я Кстати Чит Анжина А Блин Чит Анжина Нет Я Веду Переставел Забыл Будь С 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 Мне Не Не Понравился Минус Один Ход Теряешь Да Еще И Позицию Забивает Ты Не Теряешь Ход А почему Ты Ход Теряешь Не Теряешь С Аккордом Да Играл Конечно Так Четыре Хода Офигеть Кто Ходит Ты Дед Тебя Добьет У тебя Будут Потери Мы В Тебя Верим Спасибо Потому Что Нужно Отскочить Назад Потом Не Понял В Смысле Так Ты Ход Не Теряешь Здоров Космонавт Я Не Совсем Понял Честно Скажу Так Вешать Ли Мясы Или Дед Добьет Давай Меточку Ой Умничка Какой Какой же Умничка Но Деда Наверное Все равно Таун Надо Ключать Сейчас Самое Главное Вот Без Вот Этой Херни Которую Я Люблю Там Типа Разгон И Вот Это Все Нет 7 На 7 Ходов Офигеть Без Разгонов Играем Медленно Размеренно Отлично Играем В эту Компьютерную Игру Пошел Ко отсюда 6 Неплохо Блять У деда 7.13 Урон 7.13 Это что за урон Вообще Если ты про то Что шуту Нужно сначала Делать Выпад Вперед А потом Делать Финал То Ну да Но можно Как то там Подтасовать Персонажей Чтоб так не было Можно метку Давать Другим Персонажам Так Вариант Что тут Дябл Буш Играть Не Етить Охереть Это что Вообще Было Вы видели Сколько Бухла Я скрафтил Офигеть Вот это Поворот И вот Да Две Видите Мы теперь Можем Два Коктейля Брать С собой Это Очень Хорошо Блядь Я кстати Айтем Не купил Я не купил Айтем На босса Надеюсь Выпадет Он сейчас Работяги Мне айтем Дадут Дай У нас Можем Девушки Десперация Канбе Ист Ага И у нас Минус Отношения Надо брать Блять Еще и Шутом А не Шутом Более Не менее Ладно Берем Спасибо Гай За Фолом А это Бухло Это Трактирный Так Ну Да Чуть Перепутал Я Этому Сейчас Файт Будет Может Выпадет Еще Етить Колотить А что Так Сыпит Жестко Че У нас Так Сыпит Это Не Взрывчатка Это Ткань Просто Ткань Нашли Только Что Нормально Просто Мусори Ткань Нашли А Точно У меня же Питомец У меня же Питомец То Что Я Этому До Хера Нахожу Да Да Правда Блядь Я помню Мне кто-то писал Что Типа Этот Питомец Говно Потому Что Типа Айтем Нифига Не Находится Не Находится Нифига Не Находится Согласен Так Первый Файт Да Блядь Что же вы Такие Молодцы Еще и Дед Которого Никто Не Любит Дед Ну Теперь Понятно Че Никто Не Любит Наверное Не Буду Тратить Четыре Шел Стресс Так Ты Надо Бить Самое Главное Сейчас Вот Этого Избавиться Потом Все Остальное Я Деду Не Делал Метку Потому Что Здесь Есть Репост Блядь Ты На него Решил Повесить Ты Серьезно Что Ли Бывает 36 Найс А я Кстати Баф Не Взял Отлично Супер Хорошо Давай Тогда Так Нашение Повышаем Это Очень Хорошо Может Тобой Отравить Второй Раз Чтоб Он Пока Потихонечку Умирал Давай Потому Что Эти Челы Сейчас Умрут Только Я убил Старый Глаз Как Его Реверкнули И сделали Нормального Босса Но мне писали Что наоборот Его сделали Хуже Хуже Боссом Но они Еще Прошлом Патче Сделали Из него Какого-то Хер Если Честно То есть Раньше Хоть Как-то Контролируемый Был Босс А после Того Как Они В последнем Патче Пофиксили Так Он Вообще Перестал Быть Контролируемый Но это Имха Как Так Хорошо Все Можете Перстресс Снимать Пять Сделали Обычным Без Этой Сбора Меток На Одном Персонаже Надо Буд Попробовать Я пока Понятия Не имею Как Он Будет В Итоге Играться Надо Буд Посмотреть Ну Тогда Можно Считать Что Челлендж Слегка Не Выполнен Потому Что Пофиксили Босса Самого Страшного Для Меня Знать Что Делать Брать Баристанов Пати И прочее Тут Кем Угодно Можно Убить Хорошо Давайте Посмотрим Потому Что Я Пока Не Совсем Понимаю Как Основную Механику Можно Убрать С Босса Мне Кажется Нам Все Не Так Радушно Так Бабки Сюда Все Бабки Все Сюда Нам Еще Медицину Б Позаехать Квирки Закрепить У меня О2 Очень Хорошая Квирка Прям Пистец 15 Крита 15 Это Что Вообще Я Таких Цифр В Жизни Не Видел 15 Крита В Этой Части Они Решили Прям Очень Сильно Переработать Тему С Шансами Попасть Зато Они Очень Сильно Переработали В обратную Сторону Шансами Наложить Крит Если Худые Персонажи Страдают Это Проблема Больше У меня Все Худые Так Давайте Все Мясы Снимаем Немного Факелов Можно Сжечь Нет Мы Сейчас На Первом Так Подвинули Да Вы Подвинули Так Значит Че Подвинули Так Че Бахай Отличный Выбор Цели И На первую Бешенство Да Сухо Я же Я Специально Я Специально Говорю Отличный Выбор Цели Потому Что Я знал Что У него 53 Блять Сопротивление Болезни Бешенство Блять Твою Мать Ладно Бывает Ничего Страшного Не Не Настолько Ужасно Если Ужно То Пошло Ой Блять Жестко Ну Ну Ты Вот Серьезно Ну Ты Вот Это Вот Серьезно Получите Блин Так На Себя Стресс Сними Тебя Вообще Подвинуть На Следующий Следующий Раунд Давай Наверное Вот так И мы Тебя Похилим А Хотя Мы Не Можем На На Вопросы На Не Не Могу К сожалению Похилить Я Могу Тебя Убить И Тогда Появится Новый Стак Отличный Стак Прекрасный Замечательный Стак На На 50% Сюда А у них Два У ворота Ну Я попаду Хорош Сказал Сделал Просто Снимаем Уклоны Убираем Труп Чтобы Под Первую Позицию И Снимаем Еще Уклоны Первую Первую Блять Стан Да Иди Ты Нахер Хорош Дед Сколько Деда Там Кстан 50 Ошибка Ошибка Тварь Как же Ты ошиблась Конечно Ну Что 5% Шанс Крита Сработает Да Не Сработает Конечно Так 16 Могу Похилить Давай Тогда Хиль Пока Не Поздно Если Так Семера Изи 50% Шанс Попасть Какой Там 100% Сопротивляется Бывает Блин Мне нравится Ушу Тас Схил Который Да Какой Сопротивляет Ты Вы Заебали Дайте Капитурную Игру Поиграть Блин Только взял Зря Слил 3 ХП Че хотел Сказать Нравится Мне Шут Конечно Прям Очень Хороший Персонаж Скидка На предметы Трактира И боя Это Хорошо Это Означает Что Еда Будет Дешевая Правда Не Написано Сколько Но Наверное Там Процент 50 Скидка Так Дальше Страж Ждущий И Сундук Ну Такое Наедем Хотя Еду Наверное Даже Не Придется Покупать С учет Того Что Сколько Нам Насыпало Еды Хорошо Так Давайте Только Не Ссориться Ок Хорошо Разведка Или Предмет Боя Предмет Боя Нужен Уничтожает Все Трупы Не Факт Что Это Работает На Корешок Не Факт Я Забыл Применять Порошок Этот Ага Ага Это Хорошо Давай Тогда Вместо Коктейля Тебе Дадим Цель Одна Давай К тебе Так Дадим Миссы Тебе Так Куда мы Едем Файт Сундук Ок Да Вы Издеваетесь Надо Не Не Идите Нахер Я Тут Блять Царь Я Тут Управляю Дилижансом Кто Везет Тот И Музыку Выбирает Так Говоришь Компьютерная Игра Будто Хочешь Напомнить Мне Что Ее Нет На Консоли А Мой Комп Не Создан Для Игр Но Они Пообещали Что Одна Из Приоритетных Задач У Них Это Как Раз Так Выпустить Как Можно Раньше Эту Игру На Консоли Я Теб В шоке То Что Они Сразу Не Выпустили На Консоли Она Прям Заточена Под Консоли Я Вот Играю Со Steam Дека Ну Там Конечно Управление Пока Кривое Но Тем Не Менее Очень Удобно Со Steam Дека Играть Прям Супер Удобно Так Ты Ход Пропустишь Более 5% Сработали Прикиньте Хорош Кстати С этого Чела Шкатулка Не падает Я вспомнил Зачем Я на Википедию Заходил Я заходил Посмотреть Падает Или С этого Чела Шкатулка Не падает Держу Как бы В курсе Стена Вот Мужика Состоит Пусмин Удивительно Что Так А почему Я не могу Страсть Снять Ясненько Но Ясненько Да нет Там Сто процентов Думали о платформе Мне кажется Платформа Как раз таки Закладывалась В Разработку Как Одна из основных Причин Настолько Сильную игру Поменять Но Они же еще Хрен знает Когда писали Что Типа Продажи На консолях Очень хорошие У них И они Очень много Денег С консоль Заработали Поэтому Неудивительно Что они Как бы Так Так Сильно На консоли Фапают Так Еда Это хорошо Конечно Эти штуки Это тоже Очень хорошо Окей Файта Не будет Сражу Логова Да У нас Кровоток На тебе Да Вот Кто У нас Будет Скидывать Эту Херню С босса Ты Коктейлями Где-то Два Коктейля Кстати Либо Пиромантия Сработает 5% Либо Он Свой Коктейль Закинет Так А вот Тебе Не знаю Так Не забыть Не забыть Перед боссом Скиллы Поменять Это Очень Важный Предмет И Наконец-то Я его Полутал Можно Чуть-чуть Расслабиться Так Поменять Скиллы Поменять Скиллы Поменять Скиллы Давайте Сейчас Подумаем Здесь Вроде Все Как я Хотел Единственное Что я Вот это Хотел Прокачать Но Я забыл Здесь Вместо Этого Это Берем Третья Позиция Да Она Последней Не Работает Но Это После Финала Значит Нужно Кстати По поводу Айтема Сам Герой Первой В очереди Нужен Дед Так Вот Единственное Конечно Позиция Мне не нравится Это Такая Дичь Здесь Ступить Назад Чтобы Выставить Позицию Да А Задняя Позиция Я Никуда Никак Снимать Стресс Хочу Ли Я Я бы Наверное От этого Избавился Я бы Наверное Вот так Сделал Хотя Блин Не знаю Стоит Но Того Нет Наверное Лучше Просто Бить Если Тебя Так Поставить Есть Шансы Что Ты Походишь Первым Точнее Есть Шансы А так И Будет И Ты Будешь На Первой Позиции Стоять Дед Хер Знает Когда Ходит Ладно Я не буду Так Рисковать Потому что До Босса Еще Дойти Как Б Надо Давайте Наверное Все Таки А я Это Не Качал Да Ладно Я думаю Вот Так Еще Раз Все На Месте Все На Месте На Мобильных Платформах Я тоже Не Анима Ребят Может Быть Все Будет Они Как Очень Сыро Выпустили Игру Блять Вот Эти Два Ублюдка Меня Прошл Раз Убили Просто Вот Они Посмотрите На Них Взяли Зафокусили Меня И Убили Еще И Блять Стресс Накидывает Это Просто Жесть Какая Мало Им Мало Им Того Что Они Джебош Как Я Не Знаю Кто Они Еще Стресс Накидывают Хороший Старт Мне Нравится Ей Дед Может Походить Когда говорят О выпущенных Сырых Играх Я сразу Думаю О голуме Слушай Мне Кажется На Сам Деле Что Голум Не Сырая Игра Голум Просто Невозможная Игра То есть Там Проблема Не в сырости Там Проблема В Самом Концепте Игры Ее Ничто Не Спасет Но Но Мне Так Кажется Может Бедене Пора Я Опять Хожу Нифига Так Ты Отсюда Ходишь Да Ты Умираешь Дед Блин Я бы хотел Отхилить Тебя На самом Деле Вот так Шестерочку Тебе Накинуть Наверное Так и Надо Делать Но Ты Походишь В этом Проблема Ну Ничего Ну Конечно Конечно Я Не Сомневался Что Выберешь Этого Чела Как Цель Блин А вот В первой Части В первой Части Если Моб Не мог Походить По цели Моб Пропускал Ход А в Этой Часть Если Моб Не может Походить По цели Он Просто Блять Ходит По цели Так Дед 5 ХП Вылечить Или Тебя Вылечить Вот В чем Вопрос Я бы Наверное Деду Дал Все равно Щит Снимаем Пофиг Какой урон Нанесем Считаю Что Этой Игры Вообще Существовать Не должно Было Да Да Согласен Полностью Согласен Сопротивляется 27 Или Тебя Похилить Вот В чем Вопрос Дед Или Не Дед Но Мне Кажется Деда Мы Можем В любой Момент Похилить Давай Лучше Тебя Похилить Сейчас А И Вот Сейчас Дед Похилиться Отлично Мы Ставим Метку На него И Дедом Бьем По Метке Идеально Жалко Только Что Я ему Этот Скил Не Прокачал Блядь Я Деду Скил Не Взял Поменял Скиллы Не Забыл Проверяй А у Месы Что А что Месы Дал Лол Не Не знаю Короче У меня Откуда Мисс Появился Классический Леша Получается Классика Да Ты Загибал Стресс Накидывать Факел Факел Это Из-за Моего Синего Факела Серьезно Блин Я Че-то Даже Как-то Забыл Об этом Так Раз Ты Ходишь Получаешь Я Тоже Получаю И Тут Наверное Надо Бить 7 Мало Опять Месы Ты Издеваешься Что Надо Пытаться Добить Его Нет Факел Это Факел 5% Шансы За Каждый Раунд Это Факел Так Но Нет Смысла Да Давай Так Сделаем Давай Так Сделаем Снимем Себя Эти Месы Проклятые А ты Чистишь Стресс Хорошо 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 Сработало Проверяй 5 кинут врагу Блайн А это врагу Блайн Аааа Правда Правда Это Это Правда Так Ритуля 12 Да Это К해야 Ну давай Кровоток И Дедом Подлечимся Так Кому ты Один Хп Дед Оставил Кому давай заряжайся нет как интересно вот и походил ты делаешь так болезнь хайвай мэна блять он же выживет офигеть офигеть как это было больно сколько у тебя шестьдесят пять процентов шанс я рискнул так его и мэн и ты умираешь воевать рискнул ну что делать я не знаю сколько у меня там 55 процентов шанс я конечно еще факел гашу этими действиями своими все добиваем вот сейчас добивает пара интенды да что проболись совсем забыл так сожалению сожалению а этом такой себе мы на этом и на самом деле прям да м-м-м-да м-м-м-да и раз вы третит он даем дурь м-м-м-м-м-м-м-с-т-э-й хорош что хотел сказать там такие хорошие шансы накрыть надо критовать и он критует какой же хорош так дед давай-ка поджигая то так здорово лирон их здорово 50 процентов шанс сопротивления 17 шанс до либо я могу дать вот так не хочу как же он много стресс этим говном накидывает так все пошли корешки у меня офигеть сработал крит хорошо надо все таки наверно вперед подъехать до следующего удара так корешки снимаем 1 корешки снимаем 2 пошла метка пошел стресс так 30 процентов шанс крита но я не могу не воспользоваться таким хорошим шансом на крит 7 ходов нормально по идее надо бить так монашка ходит ой чумница ходит следующее значит что мы делаем мы делаем вот так мы делаем вот так делаем так сожалению не такой себе дэмэдж делаем так 51 маловато ну да ладно пошел стресс дикий стресс так хорошо но это плохо точнее блять и он еще и ходит блин он ходит на ё-моё ну как так то решил опередить всех шут с двойкой своей блять и потом и он еще ходит но ты серьезно что ли он не походил да ну нет ну за что ты его фокусишь блок хельвия со срывом минус блять 3 тупо зафокусил тупо зафокусил это просто грязь так ладно давай тогда так корень не снял я специально не снимал чтобы он не въебал меня и блять он ходит да что со мной не то блять господи какая же ошибка какая же ошибка просто жесть так ошибиться это надо уметь ой да но fight конечно был легким очень много у меня всяких этих предметов боя было хороших так предметы боя офигеть как много так это тебе явно не нужно давай тебе это нафиг это нафиг это нафиг давай наверно тебе человек копить правильно или на или под копия тогда и под копия на боссе потратим так тебе так так накладывать на такую же когда по самому герою попадает если скорость дополнительное действие 20 процентов хорошо так сопротивление а а это проблемный айтем для тебя пока все и все я ее часто соустойчивое да тебя зафокусили они вот как обычно эти враги фокусит но возможно надо было пропустить дэмэдж возможно надо было не экономить и пропустить дэмэдж но я типа думал да ладно сейчас убьем но мне очень сильно не повезло то что все так сложилось как сложилось так нифига мы там налутали давай-ка мы деду выдадим хотя не будем давать вот этого уберем вот это давай уберем так еще хотят тебя застрессовать в этот раз уже монашку хотят застрессовать какую монашку блять чумницу хотят застрессовать шо со мной так мы хорошо чемница тут кстати прямо на разгоне у нас осмотрю 680 с ними место с тебя а я скил не поменял кстати или может тебе дать мув давай-ка мы тебе дадим мув хотя если тебя зафокусит то ты труп но мы тебя подхилим чуть шо не должны зафокусить ага может сразу же подхилить да нормально все будет сто раз так делал только надо строить здоровый лопич он блять он еще и в инвизи ты серьезно это очень плохо я теперь хайвейменом не смогу дать так ты умираешь это очень хорошо хайвейменом не могу дать даю туда-сюда так ты потом стресс снимешь если и доживешь ну и блять как много стресса это кстати с учет того что у меня два чела которые снимают стресс в паде я держу в курсе уже был один срыв как бы все хорошо так ты умираешь наконец-то я могу походить а где твой хп кстати чел ты где хп дел все по плану все идея идеальный план мы ну вот так видишь план план работает еще и критулечка себе да иди вообще план прям идеальный а срыв можно вылечить если сбить стресс до нуля не а он остается до таверны так и ты ходишь да но ты не так хотя блять ммм если ты промажешь если ты промажешь будет не будет печалька и шо делать но надо бить уходи в инвизы в инвизы у вороты и ты не так больно ударишь нормально нет срыв не только отношения портит срыв дает дебаф до следующего и таверны а дебаф вот здесь ослабление минус 15 процентов он кстати по моему еще какие то дебафы дает не знаю где то смотреть так шо у нас там это можно заменить наверно будет капкан можно капкан временно реально дать тебе а не дадим а не не плохой кстати айт шо шо а дайте блю вот науки у меня кстати 80 реликвий на 69 уже но этого все равно не достаточно это работает 75 75 Да, там когда в файте сражаешься Там над чуваком, у которого ослабление Прям такая иконочка рядом с ним Ой, блядь, не залутал Ммм, блевотина сюда И бочку дали Ну что ж, рискнем До смерти боится плесени Блядь Ну какой эгоизм Очень плохо, блядь Так, что здесь у нас? Ремонт со скидкой, стоимость аксессуаров, дилижанс И еще скидки Короче, сплошные скидки, чат Ну, кстати, не такие уже и большие скидки, если уж на то пошло Так, давайте смотреть Пока у нас скидки, надо смотреть Во-первых, дилижанс Бошку сюда бахаем Шанс приготовить Поградье Поградье Шанс срыва, блядь, прекрасно Посетить оазис Так, урон на пограде Хочу Наверное, давай Дальше Идти тут скидки, конечно Прям Офигеть, сколько айтемов в продаже Так, а что у меня за айтемы? Бомбы стакаются Получаем их, блядь, у меня хорошая айтемы на самом деле Почти, что вы можете Так Есть чем болезнь вылечить? Нечем Точнее, болезнь Квирк Блин, какая же хрень Какая же хрень, нечем лечить И у кого минус 10, у тебя? Ну, конечно же, у тебя Кто же, блядь, еще, если не ты? Кто же еще, если не Хайвэймен? Самый важный, блядь Так, ну давай тогда еду Есть у нас кайфовая еда Две штуки есть Надо брать Пока скидки Точно нечем Квирк вылечить? Точно нечем Так, вот это выкидываем Ну, поехали Прекрасно Замечательно Будете бухать Пока не помиритесь Лакхельвия И Наташа Есть некие проблемы Еще песни надо покупать И надеяться, что все будет хорошо Ну, у меня этот Факел хреновый Бывает Да еб ты Ты что, не танцуешь, что ли? Я не пойму Ты из-за простоты Не танцуешь, что ли? А, музыка вызывает Глубокую неприязнь Да же Ты же шут В смысле вызывает Неприязнь? А как ты играешь, блядь? Шесть и восемь Офигеть Это отношения Блядь, сейчас все бабки придется слить Я так их копил Чтобы сейчас взять и все слить Ой, беда Шесть и восемь Шесть и восемь Это жесть, конечно Они же будут так друг друга, конечно Вот это самое Может, два крита словлю? Ага, конечно Раз крит Это два крит Ну, у меня просто факел Он очень сильно отношения портачит Из-за этого Такой результат Так, что у нас по айтемам Ему можно в грибочек докупить И застакать Ну и надо отношения как-то фиксить Я не знаю как Давай хотя бы так Ну это уже все Это гг Это можно забыть про отношения Они точно просрут отношения Ну давай, может крит Может крит О, крит Хорошо Но десятка это мало на самом деле Шанс приготовить отвары и порошки Нафиг Какое пламя стоит Самое первое Можно свинью сожрать Давайте Хорошо Свинья очень хорошо Даже более не менее отношения как-то пофиксили Так, ну свинью как бы просрать нельзя Это радует Хильчик бы взять На будущее Пока он дешевый А он один всего продается А у меня есть Нет, тогда Ну давай тогда возьмем один хильчик Ну и все И так потратил все бабки Которые я хотел закрепить Скиллы Но походу уже нихера не закреплю Денег тупо нет Можно взять печь Оборудование для анала Вот, короче, можно Оборудование для анала взять И при помощи него Чуть-чуть заработать денег Вместо тебя Думаю так Хорошо Деньги будут Надеюсь Надо, надо, надо Не отвертитесь Так Твердыню Подожди Это у нас библиотекарь, да? Библиотекарь, который любит Миссы Который любит У вороты на себя вешать Библиотекарь, который любит Вешать на себя У вороты Скорее всего Ты у нас Вот этим скиллом Пользоваться не будешь Ты будешь Пользоваться Либо вот этим Скорее всего Вот этим Ну, урон, конечно, да Больше ты ничем не можешь пользоваться Ага Похищает две хорошие метки Чисто на бафах будешь, да? А будет атаковать дед Ну, кстати, можно попробовать А сколько там откат? Без отката работает Блин, а две хорошие метки, это у ворот Нафиг их воровать, правильно? Сейчас, надо подумать, чё-то Тебе нечего брать Хрупкость взять Давайте хрупкость возьмём Баузер берём Ой, нет, сокрушение Баузера, это твердыня Эммм Я вот думаю, антистресс брать, не брать Давай-ка, наверное, всё-таки возьмём Так, да Всё, здесь всё окей Я же покушал еды, да? Это можно выкинуть Наверное Сопротивление перемещения Получаемо при перемещении Слушайте, а библиотекарь, по-моему, шафлит, да? У него какой-то скилл перемешивает Не помню Ладно Так, что тут у нас? Хилку надо до последнего хранить, беречь Здесь всё нормально Окей, поехали Чё за пописать? Схожу по-быстрому Кстати, предикшн Предиктьён Выживет льда И вы пока давайте за следующий предикшн А я пойду отойду Да ёб твою мать Так, окей Что тут у нас? Подозрение Конечно же С моей-то, блядь, удачей И, конечно же, это никому нахуй не нужен И скилл у меня будет Удача и я Так, ну ладно А сколько у вас там друг с дружкой? Тринадцать, блядь Тринадцать И у них подозрения Друг другу Стример, пей воду Блядь, сейчас подойду Тринадцать, блядь, сейчас подозрение Тринадцать, блядь, сейчас подозрение Бомбит от этого Как же у меня бомбит от этой игры Я прям ненавижу её Тринадцать Тринадцать и подозрение Просто тринадцать и подозрение Ненавижу Так, ладно Что ж тебе делать со скиллами тогда? Ну, получается, вместо Серный дождь Ну, он, кстати, нам и не нужен на этой локации Если уж на то пошло Так, ладно Что мы сюда? Ну, давай пока тебе вот это добавим Освободи место Так, ладно И у нас сразу же босс Прекрасно Прекрасно Ммм И лазарет Ещё один лазарет Но надо будет попытаться туда доехать Могу, да? Через вышку Блин, у нас, к сожалению, дозорная башня впереди Ладно, поехали У нас два файта Потом босс Сейчас посмотрим, какое состояние будет Надо, главное, не забыть скиллы поменять Скиллы и айтемы Блин, не знаю, что-то у меня бомбит Что-то я сегодня бомбит как-то Не могу прям От всех этих событий Происходящих в этой компьютерной игре Спасибо, Хайвеймен Хоть кто-то, хоть кто-то старается мне настроение поднять Так, а я тебе не взял, да? Ну, в принципе, наверное, и не нужно Давай-ка ему, блядь Ой, как же Хайвеймен работает Как же он работает? Вы видели вообще? Вы это вообще видели? Не человек, легенда И стан И сопротивляется Сюда И он его подвинул, боже Что происходит? Хорош Да-да-да-да-да-да-да Правильную цель выбрал Да ну, как ты, как ты опередил-то, блядь Нормально, 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 нормально Так, тут очень важно, что мы делаем Мы делаем так Мы делаем так Деда опередил Понимаю 16-22 Эти дед Жесткий Я понимаю, что там хрупкость была Это я все понимаю Блин, я не знаю Давай просто добиваем Слушай, а че-то Че-то как-то дохера бандитов На дороге Это типа, потому что первая глава? Как-то раньше там и пушки, и монстры, и все было А сейчас одни бандиты Не пропадай Все нормально, все нормально Все есть в телеграме Здорово Я видел, кстати, то, что ты в оффлайне подписался Спасибо Так Тут чел тачдаун хочет сделать Это хорошо И у вороты пошли Так, у тебя у ворот, но я попаду Не попал Два раза не попал Ух ты, е-мое И за счет ты мне на этой позиции нужен 16-22 Господи, что за дэмэдж Я понимаю то, что хрупкость Но все равно это дэмэдж Каждый раз Каждый раз прям не могу Надо было тебя лучше убить Ты пострашнее Так, ну поехали Стакать я Как раз пока доедешь на первую позицию Сдохнешь Как же он сопротивляется кровотоку 40 всего Всего 40 сопротивления А он сопротивляется, как я не знаю Блин, а если ты последний останешься Ты же не ебанешь? Нет? Пофиг, ты и так сдохнешь Так, вот что-то горишь Вот в чем вопрос Уф Сколько реликвий ты сходу Уф Реликвии это хорошо Это наши закрепы Чит 44 реликвии Что-то мне показалось 14 Так, значит мы едем в логово Там реликвии фармить И файт 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 Ладно, нормально Просто каждый файт Это плюс бабло Так, пока мы не приехали Значит ты вот так Тоже надо еще, конечно, дойти до босса Достатка не будет донесена Ты вот так Дед Дед, дед, дед Подождите, давайте здесь Но хрупкость точно нужна Нужен ли тебе этот скилл Вот в чем вопрос Ну тогда ты будешь не мобильный Нихера Тогда мобильность у тебя вообще никакой не будет Если этот может назад тебя отвезти То тебе нужно вперед Да, но вперед нам не сильно нравится Даже не знаю, если честно Ладно, давай без мобильности Ты Я, наверное, не буду брать историю болезни Или взять Она не прокачанная Просто 75 наносит Не так много Место Отместо чего я тебя возьму Я не хочу Не хочу так рисковать Так, и дед Дед, дед, дед Не запрошла Поздравляю, будешь Что с меткой делать Брать ее или не брать Наверное, вот так лучше сделать Вот так даже Двойной выстрел 4.8 урона Такой же урон Цель, хрупкость Ну такое Короче, наверное, вот так вот пойду Окей, дед есть Что по айтемам Айтемы надо брать Айтем, значит Тебе А, у него, по-моему, иммунитет Давай тогда так Так А, кстати, он 3 хода ходит Мне вот этот скилл не нужен Босс же 3 раза ходит за ход Так, и что у нас? 82, да? Окей Блин, бешенство как-то бы убрать Ну я надеюсь, что я много денег заработаю Но по идее, типа, за каждый этап я буду зарабатывать плюс 4 или даже плюс 5 И я отсюда выйду очень богатым 100 плюс денег будет Против ослепления тряпку возьми Кстати, да Можно было так сделать Вполне Так, ну давайте первую на разгон Разгоняться, конечно, с чуваками, которые на тебя накидывают доты Такая себе история Ну что поделаешь Давайте убьем этого Малайз Малайз Такая слегка Дисекция Мобы легенькие Нету на них вот этих миллиард эффектов Еще свиньи более не менее локация Но там, там болезни Вот болезни бесит Какие там у вороты? Не слышу У вороты? Нет Сиди, подумай над своим поведением Так, и дед Ходит второй раз Потому что сработал щит По-моему, это изи Сейчас этот подойдет И шут по нему даст кровотокам Аршу Блин, она не стрессует Потому что подозревают Подозревают друг друга Это репосты А, это не репосты Ну, это вообще Зато это стресс Нет, это все-таки репосты Так, и ты остался последний И надо тебя добивать, да? Изи 16 денег Хорошо Вот это классный айтем Это классный айтем Если сам герой первой в очереди Слушайте, два похожих айтема Получает, когда носит Смертельный ландар Дополнительное действие Ё-моё Если горит Плюс 6 скорости Да, неплохо Но этот айтем говна Это говно Это не нужно Короче, на самом деле Ничего ценного Кроме вот этих двух айтемов Но они явно того стоят Единственное, что нужно Скорости до хера Дополнительное действие За убийство Найс, вообще А, тут плюс 1 к накладу Это мне не сильно нужно Но криты Криты, конечно Очень классно 50% шанс Получить крит Чариатура Три с нами уже 15-й месяц Как успехи Обратные слова Здорово, критчер Здорово Да нормально Нормально Потихоньку Спасибо большое Спасибо 20% Это правда 20% Это правда Бафать нечем, да? Ну раз нечем бафать Давай-ка ты Два раза Оттравишь Три раза Раз Два И три Да ты Да ты Заебал Стрессовать Все Минус 36 Хорошо Даже больше 39 Пророк Пророк с первой части Нет Это же не близко Пророк с первой части Пророк Это та еще Херь Ага И ты на первой позиции Можешь бахнуть Да? Давай Почему бы и нет Заодно снимем с тебя Это давно Миссы Да Вот это я не люблю Вот это я очень не люблю Я могу снять их Да? О Еще и метку Оно ставит Точно Я и забыл Надеюсь Он на себя Блять Он на себя опять накинет А дед Ты можешь Баузером снять? Не можешь Стан никто Не снимает У нас Точнее у нас снимают Но конкретно У меня нет тех скиллов Которые снимают А давай-ка еще разочек Таунд Чтобы она его не трогала Чтобы он его не трогал Чтобы оно его не трогало Ага Сейчас он всех потрогает Ииии Еще разочек Два разочка потрогает Не трогай его больше Не трогай Слышишь? Не трогай Да блять Ты заебал Чел Ладно Я-я-я Я попаду Ай Менеть Хочется ругаться Конечно В такие моменты Ну ладно На самом деле Я знал Что так будет Так что Как бы Да Я знал Что так будет Книга Хорошо Пофиг Ииии У вороты Да Нихера себе Вот это ты дал Конечно Что подлечим Наверное Или Да не Я сохраню Не буду лечить Давай-ка Так Ну блин Он ходит Да Да Блин Этого Переместили Смерть Серьезно Пиздец Вот это Пиздец Я не обратил Внимание То что там Книга Дерьмовая Стояла Шут Ну надо Надо прям Прям очень надо Ты же сможешь Он сможет Да Стресс Конечно Нахватался Я прям Жесть Это надо Лечить Все Этот босс Бесит больше Ласта Потому что Он полностью Рандомный Но С вот этими Уворотами И мясами Это конечно Жесть Да Вообще Это боссы Которые ходят Больше одного Раза Это прям А это Три раза Ходит Так Это выкидываем Бак так и Не пофиксили Если И да В инитаре Больше Десяти Плюс Здесь Шанс решимости На увеличить Число На 4 Увеличить число Предметов Еда Кидываем Так Ну только ты Да Потом Передадим Тебе Капкан Уже Удаляем Это Удаляем Блиотину Можно Удалить 84 На 83 В итоге И в итоге У меня Эта штука Работает Плюс 20 Плюс 20 Хорошо Ааа Скиллы поменять Скиллы поменять Так Поставить Здесь Все Здесь К сожалению Стресс Будет вызывать Таунд Ну что Поделаешь И дать Айтем Можно Здесь Кстати Топовый Айтем Надо тебе Его дать Так Куда мы Едем Надеюсь Здесь Будет Файт Здесь Файт Хорошо И надеюсь Здесь Будет Не Гуль Так Блять Минус Два Лута Ну босс Неприятный Я согласен Босс Еще Неприятный Тем Что Он Конечно На Последней Позиции Стоит Держись Дед Так Ну Делаем Так Делаем Так Сопротивляется Хорош Мм 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 Отойдет Он В НПС Упадет На Мне Брат Хилиться На Сам Дели Давай Наверно Хилься Дед Твердыню Дед Стресс Миссы Хорошо Знаете Кстати Что Я не Понимаю Почему В этой Часть Есть Сопротивление Стрессу Но Это Сопротивление Стрессу Нет Не Написано В сопротивлении У меня Такой вопрос К разработчикам Какого Хрена Блять Почему бы Сразу Все Не Добавить Так Это Пошел Инвиз Это Хорошо Он Умирает В любом Случ Умираешь И Дед Походит Блин Я бы Еще Отхилился На Сам Деле Давай Ка Знаешь Что Сделаем Давай Ка Тебе Вот Так Сделаем На Мне Будет Куча Говеных Меток И Ты Их Вылечишь Так Почему У меня Дискорд Заработал Звук Так Логичем Мемы Кидает Умираешь Ты Давай Лечишь Надеждой На То Что Отношения Поднимется Между Вами Нет Не Поднялись Ничего Страшного И Ты Лечишь Себе Стресс Изи Вообще Это Это Так Мне Так Повезло То Что Здесь Файт Был Так Повезло То Что Файт Был Супер Язычный Вами Супер Язычный Вами А дозорная башня, кстати, нам стресс вроде снимает, нет? Я же ее качал. Что-то нифига она не сняла. Или она... А, она баф один скорости дает, я перепутал. Так, значит, если мы поедем налево, здесь файт. Ну, здесь очко, но после очка мы его как бы почистим. Мы почистим очко сразу же. Это хорошо. Нам нужно как можно больше файтов, и нам нужно в больничку. Больничек больше нет. Есть еще торговец. Что надо будет спланировать, как потом дальше действовать. Так, а что тут? Что мне накинули? Вот она опять. Два коктейльчика. Звучит вкусно. Это выкидываем. Надо траву потратить. А что у нас за босс? А босс, по-моему, у нас травит, да? Ключички, по-моему, или нет? Нет, они, по-моему, ничего не делают. Они станет, я точно помню. И дебафы всякие бросают. О, это хорошо. Это еще и бомба. А, нет, это не бомба. Хотя, хоть она и называется дымовая бомба, но это приспособление, блядь. Понятная игра. Очень понятно. Все всегда в ней. Давайте, наверное, это выбросим. Как же они все, как Кешни, все молодцы, слушайте. Они прям все заодно. Прям DreamTV. Это, это, это шутка какая-то, что ли? Да я унашу тейка какая-то. Ага. Ты выжил? Нифига себе ты жесткий. Таааак. Таааак. Блядь, знаете в чем херня 11 винды? В том, что, короче, я не могу пуск сделать, чтобы он у меня был на втором мониторе. И поэтому я не могу зайти сейчас. Хотя, может быть, попробую. Так могу, да? Сейчас звук надо выключить. Все готово. Так. Что тут? Это тебя, да? Или тебя? Давайте тебя лучше. А хотя ты ходишь, то и пофиг, что ты ходишь. Я тебя все равно не убью, правильно? Это, по крайней мере, было бы предназначено. Блин, как меня бесит то, что здесь враги по два раза ходят, причем вот так. Он юзает ход и сразу же после этого хода еще раз ходит. Почему бы не дать им, вот знаете, как у других мобов, вот эти вот бафы, которые они на себя стакают, чтобы было понятно, когда этот враг может применить скилл. То есть, допустим, он на себя набафывает два раза, да? И он после этого может применить два раза за ход скилл, да? Вместо этого, блядь, просто есть скилл, который два раза можно применить. Что за чушь? Она меня достала своими багами, своим упрощенным дизайном, где половина кнопок спрятана. Да, согласен. Это отвратительная винда. Каждый раз, когда я что-то хотел в ней сделать, мне приходилось, блядь, гуглить. Гуглить, как что-то сделать в винде. Вы понимаете, насколько все плохо? Да, я согласен. Винда 11-ая это просто полная жопа. Нихера не работает, все кривое. То, что работало в 10-й винде, повырезали нахер. Непонятно зачем. Короче, согласен. Бомбежка дикая. Хорошо, чтобы я разобрался, как гуглить в ней. Да уж. Так. У меня вроде появился слот, да? Дед. Ну, а дед с коктейлями будет. Деда, кстати, пиромантий ни разу не сработает. Устанавливаем обратно десятку. Не, не осилим. Я себе, на самом деле, установил 11-ую винду, потому что скоро должен обновление с капилотом выйти к ней. Так, че-то сейчас подойду. КОНЕЦ короче почему ее поставил потому что у меня в общем вышло крутое обновление для photoshop сейчас его запущу вот с использованием нейронки она реально супер крутое и а винда у меня очень старая была и я и я решил во первых купить весь пакет в крещен в крещен этом как он крещен клабе или как он там называется вот я решил купить весь пакет и думаю что и как а и решил как бы купить себе ссдшник под это все дело но чтобы типа там винда у меня места вечно мало было мне игр миллиард блять и удалять не хочу потому что вечному что-то захочу поиграть вот ну и короче решил же типа ладно все пора пора переустановить винду скоро выйдет обновление с искусственными интеллектами с копилотами и так далее вот и думаю пора 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 обновить пора обновить поставить 11 винду но не может же она быть настолько плохой правильно блять как же я ошибался это просто такое говнище я я в шоке я в шоке ну короче cannot find да еб твою мать я диск переименовал но видать теперь ничего не найдет ну дать шушу найти там и не знаю док зачем что еще короче чем прикольно то что они сделали то что теперь можно генерировать всякое там допустим спасибо я понимаю там я не знаю forest допустим берем и генерируем forest все то же самое то что там в этих миджорниях и так далее короче все то же самое что типа в миджорниях только с контролированием похоже на control нет который ну вот типа сгенерировала просто лес ничего на там допустим выделяем объект чё напишем буги мэн генерируем окажется пилот молекула ведь не рекомендую все пром то с english please возможно неправильно написал ну как на что написать не знаю там дир надо попросить его сгенерировать новогодний майнкрафт маяк бабу голую сомневаюсь что он это сделает сижу на 11 где вроде нормально все работает это ужас но как-то такая шакри вы его сделал а если он его криво сделал можем как бы взять и попробовать найти нормальные да можем перегенерировать на типа еще разочек сгенерировать вот очень короче основная основная фишка в том что он типа контролирует да там допустим здесь ребят будет конечно не идеально работает но некоторые моменты он меня просто удивлял насколько он круто все делает понятное дело что можно там через контрол нет хитить они слишком ли большой кролик но он видать в своих сгенерированных картинках плохо с перспективой как-то владеет но вообще короче не знаю я после того как установил photoshop мне прям очень сильно захотелось быть скажем так максимально в теме всяких нейронок и поэтому я решил подготовиться к 11 винде с копилотами и с прочей штукой которая должна для нее выйти это так бикини вуман так 30 урона при а вот что тебе так урон да 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 это надо бы закрепить блять тут все хочется закрепить тут очень много чего хочется закрепить и отношения хочется закрепить это хочется закрепить и это хочется закрепить и это хочется открепить просто жесть какая-то у меня мало денег осталось я бы на это вот это наверно закрепил хотят дед блять плюс 32 урок плюс 30 процентов урон это же жесть какая-то получает когда попадает по цели Ну, понимаете, нам-то пофиг. У деда всегда щит на деде есть. Ему-то пофиг на этот получает, когда попадает по цели. Ему вообще надо насрать. Ну, будем надеяться, что я потом еще смогу закрепить. Ну, на все выделенное пространство тебя заполнил. Хочешь короля поменьше, выдели поменьше. Тоже верно. Но вообще он довольно умный, с перспективой хорошо работал. По крайней мере, на тех картинках, в которых я его тестил. И он сам прям подбирал размер короля. Полгода очень сильно апнут 11 винду. Все к этому идут. Там пилят очень классные штуки. Согласен, согласен. Но на данный момент это просто пиздец какой-то, а не винда. Так, ну, смотрите. Я могу, в принципе, потратиться и закрепить у деда вот эту штуку. Ну, либо могу потратиться, во-первых, болезнь вылечить. Которую пора бы уже вылечить. И, во-вторых, открепить всякое говно, которое прям бесит. Типа пиромантии. Ну, наверное, все-таки надо деда закрепить. Уже очень хорошая штука. 30 урона. Это же ебануться просто. Я, конечно, понимаю то, что дед не особо на урон у нас молодой человек. Но, тем не менее. Ну, кстати, не такой уже молодой. Начало хода, если позиция 1, назад на 3. Отличная, кстати, штука. Правда, 15% шанс. Отличная штука, если у тебя как бы на финал шут. Прям великолепно. Ладно. Давайте тогда, в общем, брать. Брать, брать. Хочу закрепить. Все, поехали дальше. Ну, в общем, 11-ю виндук был ряд причин, по которым я хотел установить. Но я с ней очень сильно намучилась. Пытаюсь перенести файлы с одного диска на другой. А на том диске у меня есть ярлык папки. У меня винда зависает. Тупо зависает винда. Потому что я пытаюсь перенести ярлык папки на другом диске. Как вам такое, Илон Маск? Так. Фонари. Ладно, пока все, все хорошо. Надо ехать через файт по-любому. Торговца у меня уже нечего тратить. Поэтому едем тупо от бабки зарабатываю. У нас раз файт, два файт, три файт, четыре файт. У нас даже кто-то файтится, не хочет учиться. Ну, просто такие вещи, типа, вот у меня два монитора. Я хочу, чтобы у меня пуск был на одном мониторе. На втором мониторе, чтобы его не было. Мне нужно обязательно монитор, на котором должен быть пуск, делать основным. А это означает, что каждый раз, когда я буду что-то запускать, оно будет запускаться на основном мониторе. И в десятой винде это можно изи-пизи сделать. В этой винде хуй. Просто, да зачем тебе такие функции? Это при том, что они в этой винде сделали еще довольно неплохой упор на этот. На мультимониторные системы. То есть, если ты там отключаешь монитор, то у тебя окна не сбрасываются. Они потом каждый раз, когда ты подключаешь, они обратно возвращаются. Это даже с учетом того, что они это все сделали, блядь. Все равно она криво работает. Это бесит просто нереально. Честно скажу, на десятке проблем вообще не помню. Помню на десятке самую большую проблему с обновлениями. Вот когда десятка обновлялась, это просто, блядь... Но это до сих пор, по-моему, такая тема. Это просто повезет, не повезет. Здорово, Антония, Маргаретти. Как же ему навалял? Просто жесть. Так, ты сдох. Моё уважение. Но вот именно каких-то багов прям на десятке я... Ну, давно было, может, просто не помню. Дальний бой. У меня таких проблем с одиннадцатой виндой нет. Каких нет проблем? То, что, блядь, нельзя... Пуск установить на любом мониторе, на котором ты хочешь. Сомневаюсь, что у тебя этой проблемы нет. Оно у всех. Так. Так... Какие прогнозы на пати? Ну, этого босса, я думаю, убьем. А вот третий надо... Не знаю. С третьим боссом, возможно, будут сложности. У меня хрупкая пати просто нереально. Мне нравится эта пати. Она, конечно, прям дико раскрывается после того, как... Как получаешь айтем с мечтающего генерала этого в лесу на перемещение. Тогда эта пати прям вообще жесть. Переносом файлов, например. Ну, перенос файлов... Ну, не знаю, слушай. Ну, я объяснил бы, в какой ситуации у меня возникает такая тема. С 17 и ты жив? Серьезно? Найс. А, у них макс КП. Я понял. Почему ты жив? Давай-ка, хрупкость тебе. А как тебе, блядь, кровоток на 7 ходов, чел? Нормально там все? Блядь, слушайте, а зачем я зажег факел? Я же сейчас еду к челу. Я же еду к челам, которые мне факел зажгут и так. Ладно, ошибка. Найс, дед, накинул. Просто собери все цвета. Жесть, деда, дэмэдж. Просто жесть. Хорош. Так, и ты, конечно же. Но это даже хорошо, на самом деле. Поэтому это хорошо. Ты не понимаешь, почему он умер? У деда щит. Щит, который наносит 2 урона каждый раз, когда по деду попадают. Неплохая штука для вот как раз-таки таунтов и добиваний. Так, а шо у нас там по инвентарю еще есть вместо? Работяги, дайте денег. Жалко, шо вы деньги не даете. О-о-о-о. О-о-о. Шикарно. А что-то тут еще есть. Хлеб. А это мы... Нет, вот это... Это очень хорошо. Блин, броня все-таки имба в дилежансе. Прям имба. Так, налево, да, чтоб побольше файтов. Свечи мне уже в принципе нафиг не нужны. Ну так, чисто скинчики пооткрывать. Ты борешься, чтобы другие могут уйти Поэтому можно не спешить Так, дед снимет страз, а ты бей Слушайте, а в этой части... Не, не два, а три А в этой части можно как-то менять позицию скилла, где он находится Ну, типа, чтобы, допустим, выстрел в упор был на этой точке, на этой позиции Шесть, минималочка Просто бей труп Мало Я так понимаю, тут деньги насыпают за количество работяков в бою, да? Так, что я хотел проверить? Я хотел проверить... Если безделиться в инвентаре 75 20 урона Ага То есть у нас сейчас урон плюс Все-таки это Тайтан на деньги, он прям какой-то супер жесткий Последним факелом проще всего проходить по итогу Ну, у нас как? У нас первая глава, первый факел Вторая глава, второй факел Третья глава, третий факел Четвертая глава, четвертый факел Пятая глава, пятый факел Ну, вот такой челлендж Чтобы он был интересным Ну, мне кажется, он интересный Что-то не так 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 Куда мы едем? Сюда, да Куда мы едем? Сюда, да Хейвеймэйн 1 ходит Чего случилось? У нас здесь уже не первый раз первым ходит, если уже на то пошло нормально так чел по всем бьет прикольный скилл надо попробовать добить ходит и ходит ходит и ходит три раза подряд походила неплохо мне нравится даже три раза подряд и четыре раза за два хода неплохо так что у нас там по инвентарю 76 уже безделушек прикиньте набрали тупо в кучах нашли безделушки реликвии точнее она первая глава она легкая тут как бы выпендриваться нечего начиная с 3 начинаются проблемы там и мобы все есть которые доступны в игре и вот эти вот файты при на до горы которые там тоже все стабильные мапсы бля не того что нет ни того что после прокачки нормальные первые кажется что после прокачки нормальные первые главы у во второй части слишком простые но так она есть так она есть если честно я вообще не знаю что в этой игре делать после того как-то типа 5 глав закончил типа ну вот вот то что я сейчас играю типа взять пати из первой главы до 5 дайте это единственное что у меня как бы в голове есть в плане реиграбельности этой игры а так я вообще не знаю какая реиграбельность вот реально чем заниматься вот прошел я игру шо делать не знаю честно чат тупо не знаю так давайте к наверное от чего-то избавляться играть в первую это правда длц ждать то пока мы его дождемся еще не один год мне кажется пройдет может быть какие-то лайтовые длц выйдут так ну давайте наверное миссы уберем поедем факел есть так и что типа брать факел и и что и последнюю главу постоянно проходить или как наемника попробовать его раскачать и решу один файт а один регион точнее вот такое не знаю у меня по поводу этой части по поводу реиграбельности очень большие вопросы резьба по кости у как же это звучит отвратительно что попробуем добить то я думаю не надо с ним факелом не проходишь но с последним факелом не походишь по последней почему смысле пишите без этот скилл все время кажется что кто-то за спиной говорит слишком много дебафов и и почему не походишь так давай-ка наверное цепи допинь так и знал блин эти миссы конечно будут душить я сам виноват но я очень хотел закрепить за дедом 30 урона 30 процентов урона это же что он же взрывается и забыл блять я забыл то что алтарь последним взрывается ну ладно это такая знаете это как финальный штрих когда разрешат пилить модным дата ситуация изменится возможно 50 урон за каждую плохую метку начало хода добавляет одну плохую метку что минус 20 хп 100 плохие отношения малый процент сопротивления и что я не понимаю так это что не челлендж что ли смысле не похож последний запрещает что ли факел ходить по последней локации что можно конечно ходить у меня такая задача в этом прохожусь подождите его я куда еду я в отеле к себе еду или куда я еду ой да что-то взорвалась конечно эта штука что выбросить не тупо нечего выбрасывать это я все хочу оставить етить блять на крафт или и шуме теперь делать так не больше кусать из крафт или умнички какие-то хлеб можно выкинуть скорость нет очень хорошая книга талант нормально нормально мы уже почти приехали пофиг на это пофиг нет с последним факелом тяжело ну вполне как бы реально пройти ну по крайней мере у меня такая задача тысячи что года в чернолесе спасибо так что у нас стоимость предметов это из-за этого х есть хорошая хилка кстати это хорошо хорошая хилка это хорошо со скидкой надо брать так ну давайте первых отремонтируемся ну что будем бочки раскидывать или свои в эти вот своей удачей мне не повезет а можно потом как-то дивилировать раскиданную бочку есть пять бухла здорово джинк продает 4 спрашивали в начале стрима спрашивали d4 играть не буду на стриме хочу поиграть но не хочу кучи денег тратить как то так это если супер коротко но стримов по ней не будет 6 плюс 6 добрый вечер но поиграть конечно охота так значит у нас две наташи не дружат друг с другом и и с дедом так значит наташи не дружат друг с другом они да ну да получается наташа дед же на счете лично скобочках нет а плюс 2 крит хорошо так дальше кушаешь раз кушаешь 2 давай вот это делом давай так можно одно бухло еще прикупить и рискнуть я рискну мне повезет счет три раза же не может не повезти правильно может проверили ребят три раза может не повезти так ладно что у нас по идее да только хлеб да и дальше раз два три 4 все но мне нужны криты мне нужны криты где ваши криты раз и без крита давай без крита давай крит три без крита ну давай ну критуй ладно нормально я надеюсь этого хватит прошлый раз 13 не хватило держу в курсе надеюсь в этот раз хватит надо тебе кстати скил убрать она со скилами мы сейчас разберемся так хилы тебе хил тебе хил блин но походу придется реликвии потратить вот это очень важная штука их 4 я такой первый раз вижу если честно так что давай тогда тебе наверное тебе хил дальше скорость давай-ка наверное что у нас по айтемам плюс 20 урона плюс 20 урона сам герой блядь криты можно деду дать обожди дед не будет первым о чем ты что под эти штуки очень редко снимают отрицательный трейд 67 процентов что-то еще редко или там они звучат что они могут и хороший трейд снять снимает плохую черту все нормально так беги ногами могу еще купить да так слушать значит что мы делаем тогда что мы поэтому делаем ну наверное надо оставлять но тебе нет смысла урона опать урон наверное имеет смысл тебе опать но тебе надо до скорости опать очень сильно давай тогда так давай тогда так здесь оставляем первую очередь если пламя меньше пробития спр время нанесения это пофиг давай тогда так так тебе это поважнее так тебе это не нужно начало хода когда промахивается и все да больше атомов нет ну давай хоть что-то возьмем это готовится как будто бы там суперсложный босс но я просто хочу прям максимально все что у меня есть использовать так а что там кстати продаются за это мы в телегу понятно берем тогда вот это все давайте снимать это надо снять и романтию бы тоже снять так окей у меня их четыре штуки 67 процентов шаршу сработает не сработало не сработало сработало хорошо и сработало блять а трусость нормально хорошо два из четырех но неплохо так скорость а по им либо вот это вот все дело давай тогда кому мы решили скоро сделать тебе решили скоро сделать так что давай тебе что мы тебе усилили скорость не усилили кстати мы тебе усилили только криты серьезный айтем очень серьезный так плюс две скорости всем тебе берем дальше скорость скорость 8 уже дед кровоток я не помню замки вешают доты или нет по моему не вешают но я могу ошибаться вороты не понял тебя так что мы можем еще взять криты надо все бабки тратить вот это можно взять две цели нам нужно отношения повышать 42 денег 3 можно вот эти книги взять кстати сопротивление стану не помешало бы она всего одно к сожалению так что там что-то хорошее шанс лучше отношения идти там шансов но это я закрепил это может уже не волна так сопротивление стану 40 60 20 50 давай к тебе ой как же много заработал то денег уже устал все тратить давай отношения кстати можно отношения повышать но он скоро замедляет хотя пофиг осталось 8 надеюсь я ничего не забыл ну давай еще разочек этот возьми мне же повезет 33 процента это ведь такие большие шансы картишки не беру да потому что у меня у всех хорошие отношения картишками можно эти отношения очень сильно проебать потому что у нас зверек на минус отношения ой не зверек факел извините у нас факел которые минус шансы хорошие отношения плюс шансы плохие отношения так что тут жажда тьмы склонность к изучению темнота да ты заебал дед зато наконец-таки избавился от этой херни с поджиганием отлично нет дед молодец дед молодец ничего не скажешь молодец так здесь берем это хилы есть я взял два все качаемся теперь так значит дед дед все хорошо значит ты ты так ты так и так ты так и ты так все идеально я готовлюсь к этому файту как я не знаю последний горе как теперь с бардом играть если дед музыки боится одет музыки боится не подожди до музыка вызываю глубокую неприязнь ну да но у деда есть баузер так что пофиг я не знаю что мне так не везет у меня там у всех почти двадцатка всего лишь три хороших отношения это как вообще а помните когда у него всех было двадцатка и было два хороших отношения это что вообще это как почему так не везет разработчики явно на синий факел еще там что-то свое подкрутили такое знаете типа скрытые механики сто процентов так у меня кстати факела не было а блин его в продаже был факел ну ладно же да вообще то просто боже мой неплохо у шута два карита офигеть хорош серьезно живут это неприятно конечно так дедушка да там 40 процентов сопротивления можно было ожидать такого поворота событий и пробу уже дерьмовый дэмошу этой атаки просто жесть хорошо я кстати забыл грибочек применить тобой давайте смотреть что там у нас по на инвентарю я бы наверное знаю что не рисковал бы сделал бы лучше вот так тебе выдал грибочек четко когда хорошие отношения в эту игру очень-очень легко играть вот ничем не нравится этот первый факел тем что отношения в дерьме всегда но это не самый страшный факел самый страшный факел как по мне за тот который минус хп прям прям жесть так как и понять на хера у персонажа так ну хорошо мы хотя бы первыми ходим так значит ты с критами как обычно тут чел с хилом это рейнджа это стресс стрессовика можно в последний раз бить в последнюю очередь давай-ка наверно пока у тебя разгон есть давай-ка наверно зафокусим с хилом чела теперь надо ржавика фокусить хотя блин у меня и у меня же милишник здесь не уверен даже по поводу ранжевика давай-ка наверно тебя лучше за фокусе может факел помимо отношений режет положительные бафы перед заездом но об этом по крайней мере не написан но это возможно нормально мне так за фокусе лечила но об этом так конкретно прям не написан но все может быть все может быть так этот умирает же не станет конечно мне кажется у них там больше чем сто процентов шанс застанет но об этом нигде не написано что бесит как раз как раз хорошо него застанет и все равно у нас ранжевые скиллы не работают так что нам это на руку так давай-ка наверное а подожди а ты что ж ранжевые давай тогда наверно свой ход деду отдадим а этот босс вообще не проблема берем особенно этой пати упать и очень хороший дпс блять опять 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 ранжевые атаки отключил задолбал возможно это ошибка и как раз таки надо было бить как раз таки надо было бить ранжевые к в первую очередь они хиллеры просто когда ты убиваешь хиллера он подхиливает всех а я хотел на них и яд натравить грибочками и поэтому я не хотел этого чтобы он по всем бил пришлось фокусить именно хиллера кстати лол я критом снял стресс с учетом того что у нас сейчас стресс не снимается забавно получается таки снимается да но это супер легкий босс конечно супер легких босс файт хотя я помню один трай когда у меня ключики эти постоянно чьи замочки эти постоянно станели прям нон-стоп и я вообще из стана не выходил и они меня тупо зафокусили и не давали потом похилиться короче может быть ситуация при которой прям очень все плохо будет прям может быть так ну что первый акт есть давайте болтаре закуплюсь и поедем во второй знаете что я хотел попробую у меня же там по моим последний зверек остался давайте последний зверек возьмем последнего зверка возьмем плюс 200 обнаружение еретиков и минус 100 разведки остановок минус разведки дорог чего раскрывает потенциал вещиц еретиков что это это типа не надо будет таскать вот этот вот короче там вещи или еретиков их нужно в две штуки брать одновременно я так понимаю можно будет одну использовать не надо скверну таскать но я я так понимаю я понял о чем речь да это интересно интересно последняя этом дилижанс обнаружение берлока обнаружение оазисов спасибо если в экипировке добавлен предмет рыбацкая сеть 15 процентов шанс застанет офигеть накладок когда попадает по цели если в экипировка добавлен предмет класса зазубрины и офигеть офигенная штука если в экипировка добавлен предмет класса сквер на начало хода одна скорость первый бой один бой начало хода если скорость больше 8 добавляет одну хорошую метку начало хода если так начало хода добавлять начало хода если скорость больше 12 снимает негативную метку дополнительное действие 10 процентов шанс фигеть конец хода если сам герой последний в очереди добавляет одну плохую метку на интересная штука но даже не знаю накладывать когда наносит крит если пламя меньше 40 если цель со станом плюс 50 урона получать когда по самому герою попадают лечения 215 процентов всего лишь если здоров меня я если больной минус 10 урона это херня если честно так окей здесь настолько дикарка не прокачивая но я не буду и качать прошу все равно пока не беру так вот здесь самое главное ну что повезло не повезло не повезло я должен сказать не повезло но урон наверное тебе плюс 3 крита крит наверно тебе лечение в пути на и хотя блин как там нажать на ёб твою мать так как вы нажать да ёб твою мать нажалась наконец-то сопротивление перемещению можно ему дать мне кажется это поважнее для него хотя лечение в пути хорошие реплики я до конца не знаю что это делает если ну мне кажется это херня какая-то вообще не знаю что брать такое говно блять попалась улучшает отношение в пути на дороге по идее блин мне кажется такая херня короче деда либо лечение либо сопротивление перемещению давайте наверно за счет того что баузер лечит взял ну чтож выбор очевиден берем лечение в пути твою мать блять бывает сука на это перемещение так важно для деда давайте скинчики пооткрываем желтая рука желтая рука это случайно не отсылка на лавкрафта мне и пункт или там желтый король коллекционер кстати как коллекционера называют желтый король или мне все в голове перемешалось и его и так никто не назвали ладно короче все в общем давайте в записи кто смотрит ребят до следующей записи кракционер 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 Продолжение следует...